Девушки отдыхают Я люблю тебя Антон, не хотите поговорить? Я же вижу, что хотите Слушай вас Варвара, ну, хоть бы расстроилась для приличия У меня будет ребенок, а ей все равно Антон, вам нужно завершить эти отношения Тогда надо их заново начать Потому что сейчас же нечего завершать Нету отношений Антон, наша цель Сильный и независимый мужчина Который готов начать новую жизнь прямо сейчас Вы хотите стать таким? Да Отлично, теперь сделайте глубокий вдох И выдох Вдох И выдох Помогло? Мне намного легче Все, с меня хватит Я больше этого терпеть не могу Ну, как можно так бездомно заводить ребенка? Когда человек любит То может потерять голову Но тебе этого не понять Вот Рожать Вне брака Это преступление Вам срочно нужно пожениться Варя Я уже женат А если ты забыла на ком То, пожалуйста, загляни в свой паспорт Это легко исправить Ну, вот видишь Если сильно захотеть Мечты сбываются Ну, наконец-то Как только оборвется эта последняя ниточка Все Победа Успех Прощай, Анисимовна Нет, нет Вы просто не понимаете Ведь как только оборвется последняя ниточка Это все Ну, катастрофа Ну, прощай Любимая Варечка Степа! Что? Почему я узнаю обо всем последней? Вот только не надо Я еще неделю назад тебе говорил Что я с мужиками иду на рыбалку Степа, да при чем здесь твоя рыбалка? Я говорю, что мама разводится с папой А, ты об этом Ну, тут все логично Твоя мама выгнала папу Да? Да Папа себе нашел Молодую жену И снова готовится стать папой Это мечта любого мужика Так не честно Вот помиришь родителей, тогда и поедешь на свою рыбалку Слушай, ну может я все-таки к тебе на кровать Когда научишься думать, что говоришь Тогда и ляжешь Как их помирить? Нет, я Аришу, конечно, понимаю Но если дерево 25 лет Росло вместе со стеной То не факт, что они созданы друг для друга Предлагаю тост За последний день Моей замужней жизни А почему так скоро? Я просто думал, это будет позже Летом А сейчас лето Гоша, следующим летом Когда будет хорошая погода Ну и сейчас хорошая погода Ну, в общем, позже, Варь Антон, твое позже Хуже, чем никогда Вот если бы не Леночка И ее друзья из ЗАГСа Мы бы еще долго ходили женатыми Предлагаю чокнуться Некоторые, по-моему, уже чокнулись Мама Разводиться нужно тогда Когда не можешь жить с человеком под одной крышей А вы живете с папой у нас И все хорошо Чем бы нам эти формальности? Варь, ну вот что Тебе хочется заниматься этой волокитой? Антон Если Золушке предлагают сбежать на бал Нужно соглашаться Иначе жизнь превратится в тыкву А от вас требуется только ваше присутствие О, у него это прекрасно выходит Он всю жизнь только присутствует Давайте отметим развод Где-нибудь в ресторане Типа или караоке Вот я не понимаю Как вы можете об этом вот так говорить? Степа! Ты вообще молчал? Да Арина Ребенку нужны законные родители Вот и посмотри Твой Степа Рос без отца И что из него выросло? Очень хороший мальчик И ваша Арина вышла за него замуж И родила ему двух деток Ваших внуков Мам Да Но должен же быть какой-то другой Ну зачем обязательно разводиться? Но если мы не разведемся Я что буду ходить? Рогатая? Я что? Олень? Степа Че? А Я тоже против развода Да То есть ты хочешь Чтобы маму называли Оленем? Почему оленем? Косули Козочкой Маленькой такой Такими маленькими рожками Аккуратными Миленькими Ариш Давай-давай-давай Асюк Выходи Мы можем поговорить Ариш Ариш подожди Ну ты ведь сама не хотела Чтобы они разводились А теперь хочу И пока они этого не сделают Можешь забыть О рыбалке Ариш Пока Наконец-то в нашей терапии Хоть какие-то сдвиги Я так долго к этому шла По-моему Цивилизованный развод Это Отличная идея Ломать не стоит Вы же нос Мы устроим вам Красивую церемонию Чтобы поставить Жирную точку В этом мучительном браке Положим ваши паспорта В маленькие горшочки Как символ двух Разных семейных ичагов Регистратор произнесет речь И когда все закончится Вы начнете жизнь С чистого листа Лист может и будет чистым Но сильно помятым Папа Пап Ну детский сад Ну пойми Развод это просто формальность Пап Пап Но вы же с мамой все равно не живете Пап Я правда не понимаю Почему ты против Когда я ем Я глух и нем Приятного аппетита А я бы на вашем месте развелся И ты туда же Вы дадите мне сегодня Спокойно поесть Если судьба тебе дает шанс Избавиться от этой чок От своеобразной женщины Я думаю Надо за него хвататься В 20 лет Мария влюбилась в Валентина Разница в возрасте их не смущала И вскоре Мария забеременела Но у Валентина оказалась большая семья Взрослые дети, внуки и даже правнуки Так Мария осталась одна с ребенком Чтобы заплатить за учебники в первый класс Марии пришлось продать стиральную машинку Девочка ходила в школу в грязной одежде И Марию лишили родительских прав Конечно я поддался Но у нее же больше массы энергии Ну это чистая физика, понимаете, да? Хотя если развод сорвется не по моей вине Значит и вопросы не ко мне Антон Григорьевич Ай! Черт! Ну что, папа? Ну испугал, смотри Что там? Да вот пятно Это маленькое пятнышко сюда к свету Смотри, может соль, а? Добави его сейчас быстро Я в интернете посмотрю, чем выводится кетчуп Секунду Я сейчас Что-то горит Быстрее Ай! Черт! А-а-а! Ну что ты сделал, Степ? Ну испортил мне развод Ну теперь надо идти всем и говорить, что развод отменяется Не-не-не-не-не-не Я не готов спать на улице Сейчас все решим О! Красавец, а! Жених прям Ариша хотела выбросить Я говорю, какой выбросить? Это же память А выпускной Да мне как-то трудно шевелиться Вам и не надо шевелиться Да? Только торжественную церемонию отстоять А дальше снимайте его Танцуйте, веселитесь Свободная жизнь По теории вероятности Существует бесконечное число способов Как можно сорвать это бессмысленное мероприятие Черт Так Давай О! 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 Воеводин слушает Что значит институт? Какой институт? Сегодня выходной Суббота А-а! Министр Министр вызывает Да Еду Ага Хорошо Это мой телефон Я министру перезвоню И скажу, что вы задерживаетесь Вот прямо сейчас Алло, министр Слушай, а почему зарплаты не поднимаем учителям? Сколько можно? Вы в какой стране живёте, а? Антон Верегович, куда вы? Стёп, я только руки помыть. Ой, Стёпа, беда! Стёп, стёп, стёп! О-о-о, кольцо в раковину уронил! Это знак, что ваш брак летит в трубу. Стёп, ну это смешно, ну правда. Как я буду разводиться-то без кольца? Не бойтесь, женатым вас не оставим. Вот туда, вот туда, вот завалилась. А зачем вы его вообще надевали? Хотел его во время развода торжественно снять. Романтик. Да может быть, скопы? Это не кольцо. О, Стёп, это Машкина. Точно. Фонарик, Ванькин. Ну что, нашли? Нет. В канализацию я трезвый, не полезу. Варечка, у меня есть предложение. Давайте сначала найдём кольцо, а потом быстренько разведёмся. Не хватало ещё нашу судьбу в руки сантехников отдавать. Антон, разведёмся без этих цацек. Ой, Варя, какая была бы красивая церемония. Не зли меня, Антон. Опа! Нет паспорта, нет развода. А потом его ещё тысячу лет восстанавливать надо. Главное – выиграть время. Антон Григорьевич, Антон Григорьевич, а что вы тут делаете? Ну, вот, Степ, проверяю, есть тяга в камине или нету. Летом. Ну, а что, готовь, Саня, и летом. Понятно. Ну, если захотите проверить ещё пожарную сигнализацию, то позовёте меня, потому что у нас её тоже нету. Тёплый ебан. А вот это мы положим обратно в горшочек. Потому что, если мы ещё и паспорт потеряем, я сегодня точно с удочков не пойду. Пора. Чё, я должен был прощение славянки включить? Ну, это хоть какое-то отношение к разводу иметь. Уважаемые Антон и Варвара, дорогие гости, любовь – это огромное сокровище. Настолько огромное, что не каждому дано его нести. Некоторые даже надрываются. Но приятно, что в этот солнечный день тут присутствуют ваши дети, внуки, для которых вы всегда будете примером того, что не надо бояться ошибок, что в этой жизни всё поправимо. Слышишь, мама, не надо бояться ошибок. Можно я пополку прокалю? Только через мой труп. В вашем семейном очаге счастье, как оказалось, варилось в двух разных горшочках. Уже началось? Я с этой ярмаркой чуть было всё не пропустила. Сколько там всего навезли? Идёшь вот так, вы себе представить не можете. Мама, тут люди разводятся. Может, потом… Мёд взяла. Две банки. Завтра можно ещё съездить. Мам. Всё, давай. Вы стоите передо мной такие счастливые, потому что уже ощущаете себя свободными. И прежде чем вручить вам ваше… Простите, пожалуйста, вы за имущество осудиться будете? Нет-нет, что вы. Варь, ты не против, если я оставлю себе нашу машину? Конечно. Тебе же ребёночка возить нужно. Я перебью с трёхкомнатной квартиры. Судиться не будем. И прежде чем вручить вам ваши последние семейные документы… Не понял. Мы, конечно, простите, но для развода нужно два паспорта. Вашего – нет. Как это нет? Баря! А что? Меня пчела ужалила. Пчела – это негодюка. Потерпишь и минуточку. Леночка, на яд гадюки у него с недавних пор иммунитет. А вот укус пчелы – это страшно. Он двух минут не протянет. Нет-нет-нет, Варечка, нет. Я сам пойду. Ну, выпью таблетку. Я вместо укуса обработаю. Хорошо? Подожди, я тебе помогу. Всё-всё. Дай всё. Я сам пойду. Да? Можешь, Border – отсюда! Ну,完成. Давайте. Разбрагайтесь. Т�데, мальчик. Начинаете через руки и distinct does все passスト welche? Ну, она ускорилась. Что, Антон Григорьевич, дожился, да? Что ты смотришь? Вот ты, ты что? Сам во всем виноват. А вот не надо быть рохлей. Развод это такое. Ты-то когда уже женишься? Когда сватал меня в окно лес, а теперь решил вылезти из окна. Степа. Да что Степа? Ну я устал весь день за ним бегать. Он взрослый человек. Антон Григорьевич, вы что, с ума сошли? Нет, ну план-то был хороший, потому что если нет мужа, то разводиться нет с кем. Кстати, угол падения я рассчитал правильно. Антон! Видимо, сильный укус дал осложнение на мозг. Таблетка ж не подействовала. По лестнице спускаться больно. Вот я и... И решил? Решил поиграть в Джеймса Бонда. Это не смешно. Без паспорта развода не будет. Ищите паспорт. Вы мне, конечно, извините. Меня ждет машина. Не одни вы сегодня разводитесь. До свидания. Все. Очередной раз настаиваю на том, чтобы завести собаку ищейку. Конечно, сынок. Но только если на отлично закончишь следующий год. А ты год одно и то же. Что ж такое-то? Ну я же вам лично его давала в руки. Так я его лично и положила в горшочек. Устроили тут показуху из обыкновенной формальности. Нет, Варечка, извини. Но 36 лет брака – это не просто формальность. Я такой комедии сто лет не видела. А могла бы из-за помидор все пропустить. Ищите! Ищите! Давайте! Бегом! Я же два часа жду, пока этой семейки Адамс обострение закончится. Если они сегодня не разведутся, то разведется другая пара. Ну, глядя на вас, можете слава богу. Сколько вам заплатили? Я утрою сумму. Ну, трое. Ну, две сотни наброшу. Подождите! Три! Ну, у меня честно больше нет. Папа! Ну, что? Нашли? Вы чего без меня сделать не можете? Ну, если все готовы, давайте. Что? Давайте? Как? Без паспортов? Все нормально. Ариш, я договорился. Так что завтра кто-то поедет на судачка. Ты что творишь, Степа? Не понял. Ты же сама хотела, чтобы они развелись. А ты и рад стараться? Скажи, ты что? Против счастья родителей? Ты же сама говорила. Говорила? Я тебе уже год говорила перекрыть крышу и забор подчинить. Ты как-то, Степа, как-то, знаешь, выборочно слышишь. Ариш, подожди. Ариш. Я, видимо, от тебя никогда не отделаюсь. Можешь подумать, что я этого хотел. Да я бы уже давно уже ходил бы с свободным человеком. Как жаль, что пчела тебя из-за языка укусила. Тваря! Да подожди ты. Ты видишь, какая драма. Леночка, вы что расстроились? Леночка, Леночка! А есть кто это все будет? Это ж пропадет! Ну и слава богу. Ну что, так сложно понять, чего хочет твоя жена? Все же очевидно. Я не хотела, чтобы родители разводились. А до этого хотела. А еще раньше не хотела. Я просто понял, что нужно кивать. Да, Ариша, конечно. Развестись, конечно. Не разводиться, пожалуйста. Конечно, давай. Все, что ты хочешь. А может быть, и мне нужно было развестись? Может быть, зря я помешала. Степа, конечно, тоже молодец. Мог бы и посоветовать. Ага. Ариша, ариша, ты спишь? Что? У меня там, это, одеяло пропало и подушка. И что, мне теперь спать с тобой? Нет. Я просто хотел попросить, можно подушку и одеяло взять? Чтобы ты еще один комплект потерял? Ладно. Ложись. Я тебе на пять утра будильник завела. Ну, а зачем так рано? Ну, ты ж вроде на рыбалку собирался. Ага. Собирался. Степа. Ага. Понял. Рыбалка. Конечно, Варя, это я во всем виноват. Ты вспомнил нашу поездку в Ригу. Заметь. Не я это начинала. Конечно, не ты. Ты же не в тот поезд села, Варя. Потому что я собиралась сама. Я все сама. Я всю жизнь сама. Я тебя любила. Я старалась. Я хотела из тебя человека сделать. Валечка. Варя. Ты? Ты чего? Варя, ты... Сегодня, Ваня. Вот, Варя, Анисимовна, проходила и решила... Я поняла. Антон. Извините. Я здесь. Я здесь. Вот я. Гош, что ты здесь делаешь? А? Я что, дурак, кусок золота в канализации оставлю? А, ну, желаю удачи. Ну, давай. Ой, вкус. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok